Здесь вот земля, трава растёт, он продавил асфальт уже. И здесь, когда дождь идёт, вот эта вся вода собирается здесь, вот там вообще невозможно припарковаться. Зил стал местной достопримечательностью. В нём играют дети и собираются дворовые коты. Почти 10 лет грузовик мазорит глаза жителям дома на Комсомольском проспекте. С места он уже давно не двигается, только занимает парковочное место, которых во дворе не так уж и много. Раньше была большая парковка около 26-й гимназии, сейчас её закрыли и несколько зим страдаем, потому что мест машинам не хватает. У Зила есть хозяин, и жители с ним даже знакомы. О Дмитрии, своём соседе, отзываются не лучшим образом. Рассказывают, что Зил он получил во время работы в полиции. Когда ещё ездил на нём, мог повредить чужие машины, а на то самое парковочное место вбивал железные опоры и натягивал цепь с замком. А теперь, видимо, решил окончательно застолбить место. А мы с ним общались, говорили, Дима, ну убери ты свой этот хлам, он достал уже всех. Ну что ему, мы по барабану, он говорит, не, без разницы, сколько захочу, столько он и будет здесь стоять. Я прав. Он говорит так. Мы решили пообщаться с Дмитрием, но дверь нам никто не открыл, хотя соседи сказали, что свет в его квартире горел. Чтобы призвать Дмитрия к ответственности, жители решили обратиться в полицию. Два года назад они вызывали сотрудников правопорядка, но, по их словам, никаких действий принято не было. Попытать удачу решили вновь. Операторная Льва Каверинская. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот хотим вам сообщить о правонарушении в нашем дворе. Сотрудники полиции объяснили, что такими делами они не занимаются. К подобной ситуации стоит обращаться в управление благоустройства. Нужно прислать фотографию автомобиля, точный адрес и комментарии по состоянию и длительности стоянки на электронную почту администрации. Анастасия Зеленина, Павел Востротин, 31 канал.